То есть, это образ Храма Бога, Храма Господа. И почему он перевёрнутый? Потому что он показывает, он как отражение того, что является настоящим Храмом. О том, что есть духовный мир, где на самом деле является миром Господа. А этот мир, он называется в видах отражением этого духовного мира. Всё, что есть в этом мире, оно берёт своё начало. Всё, что есть, всё разнообразие, какие есть здесь, все отношения, какие есть здесь, оно всё даётся нам для того, чтобы постепенно познакомить нас с тем, что есть там в том духовном мире. Но, здесь, здесь в основном, в этом мире, если посмотреть, то все, практически все будут атеистами. И это не случайно. Даже, даже прежде всегда, даже когда есть очень много, например, тех, кто верит в Бога, всё равно очень много будет тех, кто не верит в Бога. Этот мир, с точки зрения ВИД, называется тюрьмой для атеистов. То есть, например, когда кто-то совершает преступление, то раньше могли просто казнить, да, вот представим такую ситуацию, кто-то совершает преступление, и, например, царь или правительство, они могут, у них есть два выбора. Либо казнить, чтобы он не мешал другим, либо прогнать, либо содержать его, то есть, сделать для него такое место, в котором он ему оплачивает и еду, и питание, и одежду, и дают исправительные работы, для того, чтобы он постепенно стал хорошим гражданином. Ну, то есть, знаете, да, как тюрьма работает? Для государства тюрьма — это определённое милосердие к тем, которые не следуют законам. То есть, гораздо легче просто куда-нибудь послать или убить. А государство, оно как бы считается гуманным, оно для этого создаёт определённое место, в котором человеку дают шанс, в котором он… Ему будет лишена свобода действий, потому что он вредит, например, другим людям. И ему дадут шанс, его там займут какими-то физическими упражнениями, они там будут заниматься каким-нибудь рукоделием, какие-нибудь самовары делать, какие-нибудь там ещё украшения, для того, чтобы сознание человека просто направить на другое русло. Понятно, да? И вот эти веды объясняют о том, что материальный мир, он примерно по такому же принципу и создан. Сюда попадают, сюда… Здесь находятся те, которые не следуют общему вселенскому закону. Именно поэтому в этом мире всегда были, всегда будут и всегда есть основная масса, это будут как раз те, которые враждебно настроены к Богу. И вот для них просто Господь создаёт такой мир, они все хотят, что обозначает человек враждебно настроен к Богу. Он сам хочет быть Богом. Он посвоили глупости из-за обиды или из-за зависти к нему. Он считает, он думает, если бы я был бы Богом, я был бы счастлив. Нужно, чтобы были такие люди, которые мне служили. Если бы у меня было собственное царство, там, собственные подданные, жена, дети, мне служили, вот тогда я буду счастлив. И поэтому искусственно создаётся этот материальный мир. Он долго не существует. У этого мира есть начало и это конец. Если, например, духовный мир, он существует вечно, то материальный мир, он существует временно, искусственно, поэтому здесь работает время циклически. И здесь проходят исправительные работы. То есть нам, с одной стороны, нам осуществляет наше желание. То есть Господь, Он из милосердия, Он нас здесь учит. Ещё этот мир можно назвать школой. Мы, например, хотим быть Богами. И Господь нас всех помещает, удовлетворяя наше желание, создаёт нам такую иллюзию о том, что мы являемся вершителем своей судьбы. Например, люди могут считать, вот если я буду сейчас заниматься каким-то особым бизнесом, то значит я стану богатым, стану великим, знаменитым, и тогда я буду, соответственно, счастливым. И каждому из нас Господь исполняет наше желание. Но помимо этого Он ещё и показывает очень милости в том, что даже если когда мы кем-то управляем, кого-то заставляем себя любить, о том, что в конечном итоге мы всё равно от этого не получаем высшего удовлетворения. Вот вчера мы говорили про Дхарму. Помните про Дхарму? То есть Дхарма. Что такое Дхарма? Дхарма обозначает природа. Оттуда оно синоним оказывается религии. То есть религия — это не нечто формальное. Религия — это то, что описывает нашу природу. Например, у воды, у неё природа будет жидкой. У воды природа очищать. Вода может на время превращаться в лёд. Но это будет временная среда. Только пока холодная температура. Как только будет нормальная среда, она сразу превратится в жидкое состояние. Вот точно такое же мы — это не вот это материальное тело. Вот это материальное тело нам сейчас дали для определённой цели. А мы — это совершенно другой природы. Сейчас, пока мы ещё не знаем, мы просто слышали о том, что мы души. В христианстве никакого писания нет. Там говорят, что да, мы души, мы вечные, о том, что есть Бог. Но ничего кроме этого. А вот если мы заглядываем в Веды, то там уже идёт описание того, что такое душа, кто такая душа. И там говорится о том, что она обладает, она частичка Господа. Что это за частичка? Господь — это не нечто неописуемое. Например, его описывают как сад, чид, ананда на санскрепе. Сад чид, ананда, рупая. Сад обозначает вечность. Чид обозначает знание. А ананда обозначает, кто знает? Блаженство. Надо, правда, я с новыми людьми разговариваю вообще. Ну, я забыла. Вдруг кто-нибудь книжки читал, я хотя бы так память напрягу. То есть, когда описывают его, то говорят, что чид, ананда. Что же это обозначает? Это обозначает, что он вечный, он обладает все знания, он источник всего знания. Чид. И он ананда, он сама радость олицетворённая. Он само счастье, само блаженство. Он ананда, это называется на санскрете. И поэтому, когда говорят о душе, о том, что на частичка его есть соответственно те же самые качества. У частички, если, например, взять и отломать кусочек водички, он подобен всей воды. Гораздо проще понимать. То есть, капля моря, она подобна этому морю, этому большому океану. Вот точно так же он са чидананда. И душа тоже са чидананда. Душа тоже вечная. Душа тоже уже обладает знанием. Это не так, что мы получаем от кого-то знание. Мы сейчас создаём такую среду, при которой главный вопрос в том, чтобы это знание раскрылось, оно уже в вас заложено. Всё знание заложено в вас. Нужно просто дать шанс, да, создать такую среду, при которой вот это выйдет наружу. И ананда. Каждая душа, она создана для счастья. И именно поэтому, поскольку это наши качества, нам никогда не нравится, когда мы стареем. Махарач обычно смеётся, он говорит, удивительный такой факт. Например, стареет человек и смотрит в зеркало. И он всё равно при этом думает, что он молодой. Почему? Почему, когда мы смотрим в зеркало? Почему, когда мы видим в чём тело, мы всё равно считаем себя молодыми? Потому что душа не стареет. Потому что душа, она старт. Она вечно по своё поведение. Нам просто в этом теле дают некоторый период времени почувствовать, что такое молодость. Но это ей присуще извечно. Поэтому ей не нравится стареть. И душа чит. Как увидеть в том, что мы любим Знания? Если, например, какого-то человека похвалить, сказать, какой ты умный. Человеку очень понравится. Любому нормальному человеку понравится. Скажи, какой ты глупый. И это будет вызвать прямо противоположную реакцию. Почему? Каждому в душе хочется быть умным. У каждого в душе потребность к Знанию. Это называется чит. И ананда. Ананда, например, каждый хочет счастья. Ни один нормальный человек не будет хотеть несчастья. Не хочет страдать. И каждый живёт совершенно не только людьми. Растения. Берём растения. Не каждый из них тянутся к свету. Но каждый из них любит красивую музыку, какое-то тёплое взаимоотношение. Если у вас были, например, цветы, с которыми у вас, например, взаимоотношения иногда появляются. Бывает же такое, да? Когда, например, ты уезжаешь, и просишь какого-то другого человека, чтобы он поливал твой цветочек, цветочек на твоём не рад, он начинает вянуть. Даже цветочку нужна любовь. И не только цветочку. Мышонку, птичке, и насекомому тоже. У них там тоже. Конечно, на более банальном уровне. Но это свойственно каждой живой твари в этом мире. Каждый из них Са, Чи, Ананда. Каждый из них, никто из них не хочет умирать, он будет бороться за свою жизнь. Все хотят быть умными, и все хотят счастья. Вот это простой пример о том, как мы похожи на него. И благодаря тому, что мы способны размышлять, мы говорили, поскольку у нас есть абстрактное мышление, мы можем проговаривать эти вещи, и мы можем представлять всё это, думать, осмысливать всё это, то мы, соответственно, можем понимать о том, что какой он, тот наш источник. И насколько он нам нужен. Давайте вот посмотрим, как в природе производим. Когда мы зажигаем огонь, огонь тянется куда обычно? Вверх. К чему? К Солнцу. А поскольку Солнце — это источник огня. Когда бегут реки, они куда бегут? К океану. Потому что они из океана появились. Это их источник. То есть вода над океаном испарялась, образовала облако, потом оно переходит на континент, и потом опять прибегает в воду. У всего будет аналогичная природа. Вот именно поэтому, поскольку мы маленькие частички, понимаем ли мы сейчас? Или не понимаем, но мы неосознанно тянемся к нему. И поэтому, когда мы говорим о Любви, нам, мы говорим, нам нужна вечная Любовь. Если не вечная Любовь, то это не настоящая Любовь. Если мы говорим, нам нужна вечная, чистая, прекрасная, совершенная. А у кого в этом мире она есть, вечная или совершенная? Ни у кого. Потому что у всех маленький срок, после которого это тело перестанет функционировать. Мы неосознанно, вот точно так же, как огонь тянется к солнцу, как вода тянется к океану, бежит к океану, вот так же мы неосознанно ищем его, совершенную, прекрасную Личность. Самую-самую красивую. И мало того, каждая душа еще и владает женской природой. Я вот где родилась под Анисейском, там говорили, душа это служанка Бога. Мы правда не могли при этом объяснить, что это такое. Так вот, это называется Пракрити на санскрыте. Каждая душа является Пракрити, Шакти, другим. А если она является, если она обладает женской природой, кто же обладает мужской природой? Он обладает мужской природой. Кришна обладает вечной мужской природой. Он просто олицетворение, средоточение. Он совершенство мужской природы. Именно поэтому у нас вечная взаимная связь с Ним. Это как плюс и минус. душа, она как минус, а Кришна он как плюс. И только когда они обретут свою связь, вот только тогда все наши чаяния будут осуществлены. Вот только тот, кто великий, может сделать другого великим. только тот, кто обладает вечностью, может подарить вечность. И он в силах подарит. Он не просто в силах, ему это ничего не стоит. Он выше пуруша, это называется на санскрете. Он может все, он как самый высший мужчина в полном смысле слова способен сделать все. вот это называется пуруша. Но когда мы попадаем в этот мир, мы хотим самим быть богами, мы уподобляемся ему. Это фактически мы отказываемся от своей женской природы быть любимой. И любить мы из себя воображаем мужчин. Мужчин это тот, который наслаждается. И в этом материальном мире мы пытаемся наслаждать свои чувства, как пуруши. Мы тут играем роль пурушей. И неважно мы мужчины или женщины. Мы все тут пуруши. Пуруши это тот, кто наслаждает свои чувства. А женщина или пракрити она та, которая служит этому пуруши. Так что же такое бхакти? Бхакти это любовь к нему. Конечно в самых разных качествах. У каждого из нас внутри есть свой потенциал своих взаимоотношений с ним. Он неменяемый. Он ваш уникальный. Своих личных взаимоотношений с тем прекрасным пурушей, с тем прекрасным мужчиной. Кто-то например имеет с ним вечное взаимоотношение, там заложенные в качестве семечки, как слуги и господина. Но не такие отношения как в этом материальном мире. В этом материальном мире когда рассматриваются слуги и господина то просто господин он будет заставлять своего слугу делать то что ему не нравится а слуга будет это делать потому поскольку он слуга нет это совершенно не так примером этого кто-нибудь видел Рамайну мультики про Раму и Ситу про Ханамана нет да надо по воскресеньям нам еще показывать и Рамайну нету да есть удивительно красивые фильмы построенные на описание того что говорят веды и вот когда вы их увидите вы увидите что все современные фильмы они берут в них начало они все вокруг этих идей там просто такая идея о том что был идеальный царь с идеальным государством потом появился злодей который украл его жену и он потом идет его мстить и в итоге убивает этого злодея в общем много фильмов про это показывается дело не в этом там показаны изумительные отношения ханумана его слуги и рамы и хануман он настолько любил своего почитаемого господа ханумана однажды расскажу такую историю однажды хануман однажды хануману подарила сита то есть хануман он слуга господа Рамачандры он сам обезьяна по рождению но он является самым лучшим слугой господа Рамачандры он самым лучшим воином он такие там подвиги делал когда посмотрите фильм это необычайно захватывающе так вот однажды сита супруга Рамы подарил ему ожерелье и хануман стал раскусывать это ожерелье и выбрасывать сита говорит ну что такое вот подарила это обезьяне свое красивое царское ожерелье она и раскусывает хануман говорит а зачем мне что-то если там нету ситой рамы он говорит да говорит изумила сита вот ребят ты ты поддерживаешь это тело потому что у тебя тоже там ситая рама есть и тогда хануман он распорол свою грудь и показал что там инвестор ему это претанность ml и переданность кошками и движение и его ưỤзан numa себя и движение чтобы это понять что бы это понять вот смотрите у вас есть ребенок у кого nibut ребенок или мать кого вы очень любите если вы одно дело когда вы что-то дарите такому человеку а другое дело когда вы он вам что-то дарит когда более приятно А когда вы ему дарите или когда он вам дарит? Когда даришь. Когда даришь ты. Вот это называется некоторая форма Бхакти. Когда ты что-то делаешь для любимого человека из сердца, это гораздо приятнее. Почему? Вот это дхарма души. Вот в этом проявление дхармы души. Душа, она служена для того, чтобы что-то с любовью делать для своего любимого. И вот в этом качестве, в этом качестве может быть сам Господь. Твоим любимым человеком, которому ты служишь. Могут быть такие взаимоотношения. А могут быть и другие взаимоотношения. Если, например, Господь может принять нас в качестве своего друга вообще. На равных. Представляете себе такое? Нет? То есть в христианстве, о таком вообще не говорится. В христианстве, когда описывается Господь, то Его описывают все-таки как Отец Мой. Да? Вот. А в этом есть Деолистина, потому что Он нам подарил эту жизнь, и мы всем Ему обязаны. В этом есть. Но когда мы говорим о наших вечных взаимоотношениях, которые находятся у нас там, внутри, то мы можем быть там и быть совершенным другом для Него, для Кришны. Но Он не такой друг, как в этом мире. Так, Кришна никогда не предаст. Кришна Он всегда выручит. Кришна Он никогда не будет ставить себя над Тобой. Кришна будет настоящий друг. Он делает так, чтобы был доволен Его друг. И вот Кришна делает так, что довольны все Его друзья. Даже когда они с Ним борются, если Он кого-то принимает к себе в качестве друга, и Он с Ним борется, Кришна там по-настоящему проигрывает. Там, когда описывается Шридам, тоже один. А, это уже. И Он, Кришна, сейчас я скажу еще одну интересную вещь, которую, может быть, не слышали. Богу не нравится быть Богом. Сейчас объясню, почему. Мы все привыкли о том, что вот Бог — это какое-то очень-очень классное положение. Потому что, например, предположение президента — это очень классное. Потому что, если ты президент, то многие проблемы для тебя решены. Ну и потом, столько людей, у тебя такая интересная, бурная жизнь, что сейчас происходит между Украиной, Россией и так далее. С какой-то стороны это, конечно, интересно. Но, тем не менее. Но это в том случае, когда мы пытаемся стать царями, пытаемся занять положение. Нам кажется, что это очень-очень интересно, захватывающе. Но Он и так по Своей природе является Богом. У Него нет в этом ни желаний, ни интересов. Он автоматически Богом является. Он автоматически может делать всё. И вот возьмите такую аналогию. Опять же, как нам помогает этот материальный мир разбираться в таких высоких истинах? Представьте себе Судью. И когда приходит Судья, в своей мантии он заходит по стуку. Дум! Зашёл Судья. Все встали. Судья пришёл. Своё дело сделал. По стуку. Дум! Он выходит. Все перед ним в поклоне. То есть он с утра до вечера получает очень много почитания. Очень много уважения к себе. Но где этому Судью больше нравится находиться? Дома или на работе? А? Да. Как надо у них спросить. Этому Судью больше будет нравиться, всё равно находиться дома. Дома его почитать не будут. Этот Судья придёт и нажимает на него, будет ругать. Ты купил это? Я тебе сколько раз звонила? Ты мусор... Почему не вынес? Почему свои обязанности мужа не выполняешь? Ребёнок стоит. Папа, папа, папа лезет в карманах. Ты для меня что-нибудь принёс? Что-нибудь... Там, тёща может что-нибудь сказать, свёкор может что-нибудь сказать. И тем не менее, то ему нравится больше дома. Дома его не почитают. Почему? Потому что на самом деле вот эти отношения близкие дома. А когда ты перед кем-то преклоняешься и почитаешь, это отношения на расстоянии. Ты как будто и там, поклоны тебе. Ну и хорошо, там оставайся. А близкие семейные взаимоотношения, они уже любят не за то, что он судья, а за то, что он, например, муж, или за то, что он сын. Вот точно так же и в отношении с Кришной. Кришна говорит, весь мир поклоняется мне как Богу. Но мне это неинтересно. Он и так Бог. Кришна говорит, я хочу, чтобы меня любили за то, какой я есть. Он тоже хочет отношения друзей. Он тоже хочет отношения родителей, возлюбленных. И все это в высшей мере, поскольку он сам в высшем мере. Ему все это нужно на высшем уровне, в самой высшей форме. Так вот, и Кришна, соответственно, он в своей изначальной форме, он не любит бы находиться там Богом, со многими руками, со многими головами, там с мечом, там еще как-нибудь. Кришна, он больше всего нравится находиться, как будто он простой мальчик-подросток. Ему самый прекрасный возраст это какой? Это когда мы были беззаботные подростки, правильно? Вот почему? Потому что вот именно это является изначальным духовным возрастом. И Кришна, он всегда... А ему не нужно становиться взрослее, для этого нет необходимости. Пусть на Кришну работают все остальные. У него и так множество, множество услуг, которые занимаются самыми различными делами, самыми различными управлениями. В этом мире, в том мире, в это тут снег подавать, дождь давать, сезоны менять. Не занимается этим Бог, он занимается его слуги. Господь, он юный, беззаботный, прекрасный и только лишь совершает свои любовные забавы. На то он и Бог, только он себе такое может позволить. И вот в христианстве, например, есть такое одно из писаний, которое называется «Песень Соломона». Слышали про такое? Ну, вряд ли, наверное, что-нибудь... Что-то... Да я спрашивала там у себя, говорю, что там за песня Соломона? Они говорят, что нельзя такое читать. Что-то там только нету. Так вот, почему? Потому что там вроде как... Потому что христианам сложно понять. Без философии, без объяснения полученного, хранящегося по определенной линии учителей, в такие высокие вещи вообще не запрыгнуть и не забраться. Поэтому те, кто воспринимает как Господа просто милосердного, могучего, великого Отца, сложно понять, почему его так странно описывают в песне Соломона. А его там как раз описывают как мальчика-подростка в какой-то такой прекрасной, дивном саду, атмосфере, где у него множество его невест, возлюбленных. И поэтому, когда мирские люди начинают это читать, у них неправильно в этом впечатление. У них впечатление, конечно, будет из того, что они сами имели в своем опыте между мальчиками и девочками. То, что происходит с этим грубым телом. Это совершенно не так. Но к чему я сейчас и подвожу? Я подвожу к тому, что именно и в христианстве тоже перекликается с этим. Господь в своем изначальном образе, он необыкновенно красивый юноша. Необыкновенно красивый, самый красивый. И он в форме пастушка, он занимается самой простой беззаботной деятельностью. У него, он сам принц. То есть, когда я вам дам описание его духовного мира, дворца из Писания, просто диву даешься. Там, когда писано его дворец, его дом, просто читаешь и немыслимые вещи. Какие красивые, зеркальные, из необыкновенно драгоценных камней, все из золот, из таких драгоценных камней, которых нет в этом материальном мире. Поскольку он сам Бог, ему все это возможно. У него там самые прекрасные дворцы, самые прекрасные. И тем не менее, ему нравится просто пасти корову ходить в лес. Он ходит, пасет корову, он очень любит простые взаимоотношения. Он очень любит простые взаимоотношения. То, как коровы, каждая корова воспринимает его за своего сына. Они считают Кришну одним из своих теленков, когда дают ему молоко, когда Кришна их дает. Когда Кришна заходит в лес, говорит, да, ну, то его лес, он тоже необычный. Он тоже сачит ананда. Там в том мире, там не только люди, не только животные сачит ананда, там все сачит ананда. Там нет вообще материи. И вот когда Кришна заходит в лес Вриндавана, то каждая травинка к нему тянется. Деревья, они закрывают его своими ветвями от солнца, чтобы на него это солнце. Конечно, там не такое палящее солнце, как, например, здесь в этом материальном мире. Но это просто отношение в любви. Они закрывают его солнце своей листвой или начинают его махать. Они к нему плоды свои внизу притягивают. Все птицы слетаются. Они только и ждут каждый день, когда Кришна придет во Вриндаван. И каждый из них, они... И они устроят большой симфонический оркестр. Все эти необыкновенно чудные птицы. И каждый из них будет мечтать как-то послужить Кришне. И каждый из них будет мечтать, что вот сейчас Кришна, он еще может и играть, заиграть на флейте. Как красиво флейта в этом материальном мире. Но это никак не может сравниться с мелодиями, как Кришна играет на флейте. На каких флейтах он там играет. Так вот, Кришна и Кришна любят вот такие простые взаимоотношения. Там, где просто Любовь, а не где просто благоговение и почтение. Поэтому, когда в этом мире существуют разные религии, суть там, конечно, будет везде одинаковая. Там в каждой религии будет говориться о Любви к Господу. О любви Господа в сердце своем. Когда, например, Иисус Христос пришел, и Святой Павел, тогда Иисус Христос себя называл Гуру, а Святой Павел и другие апостолы были его учениками. То есть там тоже Гуру, ученик. И вот тогда Святой Павел, он расспрашивал о том, что нужно, он записывал за ним. И Иисус Христос говорил, не убей, не укради, не чревоугодий, не прелюбодействуй и так далее. А Святой Павел говорит, а есть ли какое-то главное наставление? И тогда Иисус Христос говорил, возлюби в сердце своем Господа своего и ближнего своего. И во всех религиях, если мы вот так посмотрим, это, кстати, была тема сегодняшней второй части, но, возможно, мы врачу не спросим, потому что сегодня будет замечательный спектакль, все равно на нее времени не хватит это объяснить. Если берем какую-то другую религию, там тоже будет не убей, не укради, не чревоугодий. Но само мусульманство, Коран, обозначает предание Господу. И везде будет написано, что мы по образу и подобия. Везде Господь, Он несет о себе, но в очень деликатной форме. Он никогда насильно нас, если мы, например, не хотим Ему служить, если мы не хотим вообще с Нимами никаких взаимоотношений, Он будет держаться в стороне. Он будет нас всем обеспечивать, как Он делает сейчас. Как Он создал вот эту замечательную планету для нас, чтобы было достаточно воздуха для нас. Мы хотим просто без Него жить. Он для нас просто создал все необходимое. Воздух, воду, пищу, да даже правила, законы, как здесь жить. Ну, не хотят они как бы со мной общаться. Ну, ладно. Все равно, все равно даже каждое наше тело необходимо всем не обеспечить. Мы хорошо вчера рассказывали про грудное молоко. Помните, да? О том, как Он нас даже грудным молоком порвит сам лично. Ну, какая женщина. Люди, когда вообще создают детей, они вообще мало думают о детях, как таковых, в тот момент. Они нафиг не нужны. Кому они нужны-то на самом деле? Они нужны только Ему, которые Он даёт ещё кому-то шанс, им ещё кому-то какое-то рождение. А так было бы сейчас желание, все бы только делали бы одни аборты, чтобы премию себя не создавать. Ну, вот это вот как бы правда есть правда. И только Господь Сам заботится об этом эмбрионе. И только Сам Господь потом кормит Его своим молоком. И только Сам Господь потом создаёт Ему различные жизненные обстоятельства, при которых Он учится понимать мир. Может быть, Он вспомнит о Нём. Он как-нибудь попробует достучаться до Него. Он попробует как-нибудь каких-нибудь людей к Нему отправить, чтобы напомнить о себе. О том, что вот... Ты знаешь, вот Я вот существую. О Мадуманга Прабху, может, что-нибудь рассказать? Да? О Мадуманга Прабху, он у нас занимается уже поклонением Кришны. Надо, чтобы дома у нас у каждого была туласи. И, когда туласи дома, у Вас дом превратится в храм. Почему? Потому что она обладает огромной чудодейственной силой. Она на материальном уровне убьёт все бактерии, которые у Вас дома. А с духовного уровня Вы будете... Даже когда Вы будете просто смотреть на неё, когда будете поливать её, Вы будете всё время почему-то думать о Кришне. Она... Даже когда человек, не понимая совсем, если он будет ухаживать за туласи, ему захочется иногда что-то почитать, что-то поискать, о чём-то подумать, потому что она тоже не обитательница этого мира. Так Господь принимает очень-очень милостивый образ. Когда его ни в каком качестве не хотят видеть, он даже становится деревцем, для того, чтобы... для того, чтобы хоть как-то себе напомнить. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что... Всotros никто не DB-èOTTRA ВТУ-ласси... И я contra scan.. Для него Smith-è 就 как хорошо как-то уходить в Кришне. Я с dilуальнаяlog valeur сравнительно с Кришной. И собрана о другом, уходит у만ю, если бы Мальман да Правов both... что-то значило то и что-то говорит. Мы сказали про... Что заключена? Что это? Да? Я закончил. Я хочу сказать что-то. Хотите что-то сказать? Я хочу сказать что-то. Хотите что-то сказать? Я хочу сказать что-то. Если честно, мы уже три дня рассказываем. Какая цель на самом деле? Цель такая, что мы поняли и пытаемся понять, что мы души. Это трудно понять. Кто-то знает, что я душа. А живем мы как души? Живем ли мы как души? Или мы продолжаем так же жить, как эти тела? Потому что мы каждое утро смотрим в зеркало. И в обед смотрим, и вечером смотрим в зеркало. И видим наши лица, наше тело. И все, что с ним связано. И вот это отжествление с этим телом, оно не позволяет нам раскрыться полностью. И понять, что мы действительно душа. Что мы действительно духовная частичка Господа. И что Господь действительно Он ждет, когда же мы повернемся к Нему лицу. Когда же мы захотим построить эти отношения. И когда мы слышим, что мы не хотим быть рабами, то это неправильная позиция. Понимаете? Потому что Господь, Он просит нас прийти к Нему не для того, чтобы мы стали Его рабами. Мы должны это понять. Это самое главное. Он просит нас прийти для того, чтобы Он раскрыл нам и дал то необходимое, что нужно душе. А душе нужно вечное счастье. Понимаете? Мы все ищем вечное счастье. Никто не хочет, например, сегодня я немножко буду счастлива, а завтра я не буду. Никто так не хочет. Все ищем счастье. Все ищем счастье. Но так как мы отжествляемся с этим телом, соответственно, мы ищем счастье для того, чтобы удалить наше тело и наш ум. И с духовной точки зрения, скажем так, это полная утопия. То есть это полная иллюзия. И мы сейчас здесь находимся на этой земле. И мы просто находимся мы люди на самом деле. Потому что мы души. Но мы не живем как души. И мы не отжествляем себя как души. Это главная наша причина. И такое отжествление уже происходит очень много-много жизней. Мы очень много накопили этих материальных впечатлений. И чтобы хоть как-то развернуться в Господу, надо приобрести духовные впечатления. Потому что духовные впечатления, они в тысячи, в миллионы раз более ярче. Потому что, понимаете, когда человек начинает заниматься духовной практикой, неважно, либо это индийские какие-то практики, либо это христианские практики, либо мусульманские практики. И человек начинает отказываться. Отказываться от всего этого материала. Почему? Не потому что у него в голове один мусор. Не потому. Потому что он увидел что-то более яркое, более значительное для себя. Понимаете? Что-то более яркое и значительное. Что-то более близкое к душе, а не к этому телу. Понимаете? К душе именно. И тогда, когда раскрывается, душа начинает раскрываться, она начинает очищаться. Сознание начинает преображаться. Тогда, тогда вот это движение идет вперед. И тогда Господь начинает раскрывать этот мир. Истинный наш мир. Не иллюзорный. Не иллюзорный мир этот. Истинный этот мир. И этот мир начинает, как говорят, надо построить храм в нашем сердце. И тогда, построив этот храм, мы можем помочь другим построить этот храм. Понимаете? Вот для этого приезжают ваишнавы и пытаются помочь и нам, и вам. Наша задача только помочь. Помочь ваишнаву, чтобы он смог нам донести. Для этого мы должны очень внимательно слушать. И хотя бы, хотя бы немножко поверить в это. Хотя бы немножко поверить. Потому что вера – это самое главное. Вера – это то, что нас будет двигать вперед. Очень много доказательств на самом деле. Даже с научной точки зрения. Очень много книг, которые описывают профессора, наши научные профессора, о том, что мы не являемся этим телом. Просто надо почитать и найти эту литературу. Даже если, скажем так, духовная литература еще не так близка, то можно найти объяснения в других книгах, которые очень много объясняют. Очень много предсказаний, которые делали какие-то представители определенные человечества. И мы должны понять, что эти предсказания сбывались. Но почему они сбывались? Потому что у каждого предмета, у каждого живого существа, даже у планеты Земли, есть определенное информационное поле. Понимаете? У нас у всех есть это поле. Сейчас мы не можем видеть эти поля. Потому что, скажем так, ну, не заслужили, скажем так, если можно так сказать. То есть кто-то видит, кто-то видит свои прошлые жизни, кто-то видит прошлые жизни других людей. Это факт, это существует. Когда человек попадает, например, в больницу с диагнозом клиническая смерть, есть описание этой клинической смерти, когда из тела душа влетает, и она видит себя со стороны. Она перемещается по территории этой больницы и видит в других помещениях, какие предметы находятся, какие врачи, какие там операции проходят, кто там лежит из больных. Они все это видят, и потом, когда они, скажем так, душа, когда опять входит в это тело, потому что этой душе еще не уготовано, скажем так, по судьбе умереть. Но этот факт описан, понимаете? Это не просто предметы, потому что они описывали то, что было в других помещениях, в которых они никогда не были. Потому что эту больницу вообще привезли в этом комодозном состоянии. Понимаете? Это много-много доказательств таких, доказательств, которые показывают, что мы не это тело. Это начало того, скажем так, практики, в которой мы должны понять, что мы не это тело. И что это тело, сколько бы мы прилагали усилий, это тело все равно мы оставим, как бы мы это ни хотели. Никто не сможет жить в этом материальном теле больше определенного срока, который, скажем так, сейчас есть свыше. Определенная у каждого сейчас судьба, и каждый произойдет. Один 30 лет, другой 50, другой 70. Есть определенная судьба, и мы не можем, скажем так, просто своим желанием это как-то изменить. Мы должны это понять. И для того, чтобы наработать нашу следующую жизнь, мы должны прилагать очень много усилий. И эти усилия должны быть направлены на то, что мы должны осознать, что мы души. И мы должны осознать то, что Бог это наш друг. Это не просто Он хочет сделать нас рабами, мы должны понять. Потому что это концепция демоническая, и она не позволяет действительно как-то приблизиться к Господу. Потому что есть очень много демонических концепций и демонических планет даже. Потому что наша Вселенная огромна. Если кто-то говорит, что только планета Земля населена, это не так на самом деле. Потому что в разных условиях и в разных телах живые существа живут на разных планетах. В зависимости от своей судьбы, от своей кармы они получают рождение на определенных планетах. И есть демонические планеты, есть райские планеты, и там живут живые существа. Они имеют разные тела, и тонкие тела, и более грубые. Более низшие планеты, живые существа имеют более грубую телу. Если кто-то может слышал или видел такое слово нагель, это такие змееобразные такие существа. Они достаточно мудрые, и их развитие заключается в том, что развитие определенной технократии. И там, на этих планетах живут именно те существа, живые существа, которые вообще не хотят слышать и иметь какие-то общения с Богом. И они попадают на эти планеты, и Господь им там создает все условия для того, чтобы они могли наслаждать свои чувства тоже. Хотя они, в принципе, этого не заслуживают. И также другие существа попадают на райские планеты, которые находятся в этом материальном мире. Не в духовном, в этом материальном мире. И они тоже заслуживают определенной благочестия, они попадают на эти райские планеты. И они тоже там наслаждаются. Наслаждаются там по полной программе, понимаете. Потому что они, это как супермаркет желаний, понимаете. И когда живое существо туда попадает, оно может исполнить там все свои материальные желания. Все. И при этом оно не будет нести никакого греха. Но когда закончится это благочистое, живое существо опять попадет на эту землю. И опять будет у него, скажем так, он перед выбором будет, либо развиваться ему как-то, либо деградировать. Все будет зависеть от того, насколько он будет себя отождествлять с этим телом. Поэтому, чем грубее наши мысли, тем наше сознание более покрыто этими оболочками материальными. И тем больше шансов у нас именно идти туда, на более низшие планеты. И также мы можем попасть и в ад. В аду условия, надо сказать, неблагоприятные. Потому что это ежесекундная боль. А тоже существует. Так как мы приносим другим же существам очень много страданий. Понимаете? Из-за этих страданий нам как-то надо расплачиваться. И чтобы расплатиться, существует такое место. К сожалению, может быть. А может быть счастье. Очень трудно разобраться. Но Господь, Он знает очень много. И, скажем так, мы должны понять, что Господь – это самая совершенная Личность. Самая совершенная Личность. И мы можем стать совершенными только если мы построим снимотношение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И также есть помощь, и мы должны помочь, если мы сделали какие-то плохие вещи, то мы должны идти к нам. Хареи. Делайте киртану, хорошо? Делайте киртану. Хареи, Кришна. Хареи, Кришна. Хареи, Кришна. Харея, Телего ру� GI nos орноны каналы и Василий о воздействии иhopи, чтобы отталays Ижейrendo. Когда мы повторяем имя Кришны, оно дает нам благо по-разному, то есть в самых разных формах. Скажите им, у вас есть «и» в кьян-эндрии. Что это кьян-эндрии? Я буду переводить. Если не дает имя Кришны, то это чувство полностью очищается, то наши чувства становятся успешными, и наши жизни очень успешны. Например, когда мы слышим имя Кришны, то при этом очищаются наши уши, это попадает в наше сердце. Да. То есть то, что постоянно прониклен може для зрителей, то нужно рiness покинуть невероятно – Как вы чаете, «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, Харе, Рама, Рама, Рама». Когда наш язык прикасается к имени Кришна, язык очищается, тоже становится смыслами. Однако другим сенсором – это очки, один сенсор. Когда мы смотрим на Кришна, Дети, Харе, Кришна, Махамад, Харе, Кришна, Харе, Кришна, это не написано, это написано, но не написано. Кришна, имя не разнообразно, это же самое. Если мы просто смотрим, написано, например, на стене Харе, Кришна, Махамамад, даже от того, что мы смотрим, очищается наше зрение, очищается наше глаза. Я говорю, когда мы говорили, что к нашему телу тоже имя Кришна. Некоторые люди делали так много декоратив, так много, так много, но этот Кришна, Кришна, не разнообразно. Если вы также написали к вашему телу, я видел это, то есть, если вы написали Кришна, Харе, Кришна, Махамаду, если вы только поняли на стене Харе, Кришна, Махамаду, то ваш тело будет успешным. Да. И в таком случае он много работал нам. Стрима Бхага сказал, что он имя, это еще сладкое, это еще сладкое, это еще сладкое, это еще сладкое. В любом случае, этого Льва имя, в любом случае, мы можем встречаться в любом случае, он может проводить все цивилизационные действия, это очень спокойное. и снова, что такое, что мы можем сказать. Я говорю, что это самый лучший имя, что мы говорим, что это хорошая медицина. Это такая медицина, это очень хорошая медицина. Если кто-то возьмите этот лекарство от всех болезней, то все эти лекарства от всех болезней, он будет закончить все болезни. Да, теперь я хочу петь этот лекарство от всех болезней, чтобы не было. И я хочу сказать еще одну историю. Со временем, если, если мы надеемся, как этот Лордс Немь очень благословен. Если я надеемся, то никто, что нашли название в Индии, а люди, всех из-за consolения в Индии там есть Лордс Немь, Лордс Немь. Невероятно, где мы надеемся, что алкоголит, что мы хотим нашли отдать имя, что мы верим все записи в Индии. Детям дают не просто какие-то имена мудные, а детям стараются давать имена Кришна. Кришна множество имен, и вот детям дает имена Кришна. Я расскажу историю, как подобным образом человек спасти, благодаря тому, что дал своему ребенку имя Кришна. Кришна, теперь вы говорите, что после Киртана он рассказал эту историю. И все люди хлопают в ладоши. Да, также мы слушаем, когда мы члены, он тоже, в том числе, в том числе, он идет, в том числе, в том числе, в том числе. И все, что у нас будет очень хорошо. Махарати говорит, что мы сейчас будем просто петь Харикришна Махамантру, у нас будут очищаться наше чувство, это вибрация будет проходить через все наше тело. Будет очищение и излечивание, как Он говорил. Ну и потом, до этого Он говорил, что и все место очищается без ачиц тоже и больше. Hare Krishna. 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 Hare Krishna.